Всем привет! Команда Универ Ньюз приготовила для тебя порцию самых свежих новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с представителями Банка Открытия. Делегацию возглавил вице-президент, директор Департамента управления сетью Банка Антона Нищенко. Стороны обсудили возможность реализации совместных образовательных проектов, а также создание научно-образовательного центра Банка Открытий на территории КФУ. К другим новостям. Состоялась пресс-конференция Казанского федерального университета, посвященная Дню космонавтики. Подробности исследований специалистов КФУ в области космических технологий в рамках встречи с журналистами раскрыли заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ильфан Бекмаев, ведущий научных сотрудников НИЛ «Перспективная система ориентации, навигации и связи», Института физики КФУ Петр Кокунин и директор астрономической обсерватории имени Энгельгарда Юрий Нефедев. 12 апреля на площадке информационного агентства «Татар.Информ» состоялась пресс-конференция на тему обсерватория КФУ о современных результатах деятельности в области космических исследований и технологий, посвященная Дню космонавтики. В ее ходе сотрудники Института физики КФУ рассказали о наиболее значимых результатах космических исследований ВУЗа за последний год. Так, участники узнали об уникальных научных результатах в области астрофизики, полученных исследователями КФУ совместно с Институтом космических исследований РАН, а также о важнейших космических данных, получаемых с помощью наблюдательного комплекса КФУ на Северокавказской астрономической станции с помощью еще одной установки – полутораметрового телескопа, установленного на территории Национальной турецкой обсерватории. Первое, что я хочу вам рассказать, это телескоп мини-мега Тортора, еще раз повторяю, Тортора, Тортора в переводе означает «голубка». Этот телескоп установлен на Северном Кавказе, но пульт наблюдения находится в нашей астрономической обсерватории. Он уникальный телескоп, еще раз повторяю, таких в мире больше не существует и предназначен для того, чтобы наблюдать быстро текущие процессы на небесной сфере в автоматическом режиме. С помощью наблюдательного комплекса КФУ были достигнуты уникальные результаты в области астрофизики. Наше преимущество здесь заключается в том, что мы самый южный телескоп, то есть он установлен, телескоп установлен на юге Турции, недалеко от города Анталии, и благодаря этому, как видите на этой картинке, мы видим южные части неба, которые недоступны с территории Российской Федерации. И это наше конкурентное преимущество среди российских астрономов, которые мы реализуем в своих наблюдениях. Исследователи рассказали о современной работе астрономической обсерватории КФУ как Межкафедрального образовательно-научного центра космических исследований и технологий. Мы сейчас участвуем, скажем так, в двух проектах. Первый проект — это распространение системы ГЛОНАСС, которая, как вы знаете, пока вращается вокруг барицентра Луна-Земля, на окололунную орбиту. И вторая часть — это исследование ресурсов на Луне. То есть, по большому счету, где лучше осуществить посадку космическому аппарату, чтобы там присутствовали определенные, скажем так, ресурсы, которых по предварительным расчетам на Луне находятся на триллионы долларов. Также были озвучены результаты работы в области разработки систем навигации, ориентации, связи и интеллектуальных транспортных систем. В частности, о Центре исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ-КФУ. Мы выполняем ряд комплексных проектов. Среди них таким большим и известным проектом является проект по созданию беспилотных транспортных средств совместно с ПАО «КАМАЗ». Это не совсем тематика космоса, но все технологии и компетенции, которые мы получаем, они также могут применяться и в космической области. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ-Ньюс. Студентка третьего курса Казанского федерального университета стала победительницей республиканского конкурса молодых лидеров «Верх». Награждение проходило 11 апреля в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан. Анна Глазунова расскажет подробнее. 11 апреля в Министерстве по делам молодежи Татарстана прошло награждение финалистов республиканского конкурса молодых лидеров «Верх». Победителей наградил министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. Финалисты конкурса проходили стажировку в министерствах и ведомствах, где также занимались разработкой собственных проектов. В этом году в число победителей вошло пять студентов Казанского федерального университета. Обладательницей гран-при конкурса стала студентка третьего курса Вышешколы журналистики и медиакоммуникации КФУ Алина Сысоева. Честно, я совсем не ожидала получить гран-при, совсем-совсем. Но для меня это большая честь и абсолютное счастье, просто то, что мою работу заметили и оказано такое доверие в лице всей Республики Татарстан. В течение месяца Алина проходила стажировку в отделе социальных медиа в Татмедиа. На конкурсе она представила проект рекомендации по администрированию социальных сетей. Именно его и отметили жюри. Мы работаем с муниципальными образованиями Республики Татарстан. И главная цель через социальные сети, чтобы администрация районов взаимодействовала с населением. Создается такая дружелюбная, если можно так сказать, площадка среди населения и администрации. Как отмечает Алина Сысоева, у нее множество проектов. Одним из них является программа на татарском языке, которую она реализовывает на телеканале «Универ ТВ». Анна Глазунова, «Универ Ньюз». Преподаватели кафедры всеобщей отечественной истории Елабужского института КФУ в течение нескольких лет создавали книгу об истории Менделеевского района. Подробности в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ объявили о завершении работы над новой книгой, в которой собрана вся история Менделеевска, начиная с Каменного века и до наших дней. Данный комплекс создан в рамках научно-образовательного проекта КФУ в школе. В течение нескольких лет преподаватели и лаборанты кафедры всеобщей и отечественной истории скрупулезно собирали данные в архивах и библиотеках разных городов, чтобы составить полную панораму исторического, культурного и социально-экономического развития Менделеевского района. Все факты, приведенные в книге, подтверждены официальными документами, что придает изданию особую ценность. Учителям Менделеевского района еще предстоит изучить новое пособие и разработать план внедрения материала в учебный процесс. В этом преподаватели Елаборского института КФУ также окажут коллегам всестороннюю помощь. Алсу Сатарова, Айдар Нурмиев, Сирена Иванова, Универ Ньюс. Основатель веб-сайта WikiLeaks, организации, публикующие секретную информацию различных стран, взятые из анонимных источников, задержали Великобритании. Что может ожидать известного журналиста, мы расскажем в следующем сюжете. Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Асанджа. Ранее он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил убежище. Асандж стал известен после того, как в 2010 году сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы Госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане. Вскоре после этого в Швеции началось расследование по заявлению на Джулиана Асанджа в совершении преступления. Основатель WikiLeaks отрицал вину и опасался, что в случае ареста Швеция может выдать его США. Из-за обвинения и неявки в суд был выдан европейский ордер на его арест, применимый и в Великобритании. В конце мая 2012 года Верховный суд Великобритании окончательно постановил экстрадировать Асанджа в Швецию. Тогда он попросил убежище в Эквадоре. После смены власти и прихода Ленина Морена на пост президента страны, правительство решило прекратить период политического убежища. Тогда Асандж был задержан полицией Великобритании. Президент Эквадора Ленин Мурад на своем видеобращении объяснил отказ предоставления права на убежище неоднократным нарушением со стороны Асанджа норм международной конвенции. С точки зрения многих международных обозревателей, такая ситуация может являться проявлением несогласованности действий администрации предыдущего и нынешнего главы государства Эквадора. Экстрадиции Джулина Асанджа требует власти США, где он обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. По версии властей США, для взлома компьютера в 2010 году Асандж вступил в сговор с американским военнослужащим Брэдли Мэнингом. Весьминистерский суд обязал Вашингтон предоставить необходимые документы. И в случае признания его виновным Асанджу грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Вполне вероятно, что ему будут предъявлены и более серьезные обвинения. Как сообщает BBC, есть информация о возбуждении уголовного дела в отношении Асанджа в связи с его вероятной причастностью к утечке электронных писем Хиллари Клинтон во время американской президентской кампании 2016 года. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. Следи за нашими социальными сетями и будь в курсе актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok